МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Москва-то шоу, пусть говорят, с этим обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. 20 лет назад в автокатастрофе погиб легендарный рок-музыкант, лидер группы кино Виктор Цой. АПЛОДИСМЕНТЫ В 1988 году на знаменитом концерте памяти Александра Башлачева в Лужниках во время исполнения именно этой песни отключился микрофон. И неожиданно заиграла фонограмма песни Александра Башлачева, который покончил жизнь самоубийством. ПЕСНЯ Многие расценили это как дурное признаменование. Спустя два года в пригороде Риге машина Виктора Цоя столкнулась с автобусом, за рулем которого был Янис Фибикс. Все эти 20 лет он не может забыть тот роковой день. ПЕСНЯ Вот так и у нас эта встреча получилась не так, как она должна быть, может быть, в жизни. В другом концерте где-то. Сегодня в нашей студии собрались люди, которые близко знали Виктора Цоя, и в жизни которых он оставил заметный след. ПЕСНЯ Виктор Цой, мы ждем перемен. Тема нашего эфира сегодня. А в кресле главного героя, преподаватель физики, училища, где обучался Виктор Цой, Галина Константиновна Кононова. Здравствуйте. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Именно астрономии, потому что вы вместе смотрели на звезды, я знаю. Да, совершенно верно. И о чем вы говорили? Потому что смотреть на звезды и не говорить о чем-то очень понятном друг другу просто нельзя. Можно немножко предыстории. Ну, во-первых, Виктор Цой, он был очень хорошим мальчиком, но прогуливал часто все предметы. Он ходил только к тем учителям, которых он очень любил. И за это ему часто попадало. И, как вы знаете, в принципе, он даже дипломы не получил, а вышел у нас со справкой. Но вы были той учительницей, которую, вам просто неловко это сказать, которую он любил больше всего, и которая ходила на все занятия. Вот как раз перед нами кадры, урок, на который пришел Виктор Цой. Это не его был урок, это совершенно была другая группа. И вдруг, вот он сидит здесь. Это была физика на первом курсе. Он уже давно все это прошел. Вдруг пришел дежурный мастер, вы его видите. Посмотрите, какой он очень сердитый. Потому что он пришел пересчитывать, сколько человек в классе. И вместо 25 оказалось 26. Он стал ругаться, кто это такой. И вдруг увидел, а что ты здесь делаешь? А ну-ка быстренько к директору. А он говорит, а я здесь останусь. Вот в этом его сущность. Мне здесь интересно. А вот вы сразу заметили, что это талантливый мальчик и талантливый музыкант? И вы знаете, как я заметила, не на астрономии. Я играю на пианино сама. И у нас в учительской стояла пианино. Старенькая, разбитая. И я на переменке часто играла. И пела романс. И потом вдруг выхожу, смотрю, стоит за дверью и слушает. Мальчик, вот я впервые его запомнила. Восточной внешности, но такие грустные глаза. Такие одухотворенные. А что вы пели в тот момент? В какой романс? Я встретил вас. Это мужской романс. Потом он говорит, а можно я к вам приду на урок? Я говорю, ну у нас факультатив астрономия. Он говорит, о, очень хорошо. И в астрономию он влюбился? В астрономию влюбился, да. Или в вас все-таки больше. Я думаю, что в астрономию. Ну, может быть, открою небольшой секрет. У меня дома была целая кипа писем. И не только от Виктора Цоя, а от других. И стихи, и песни. Я это коллекционировала. Но, к сожалению, мой муж плавал. И он был очень ревнивый. И он пришел и просто зверским видом все это разорвал и сжег. Он уничтожил первые стихи Виктора Цоя? Он уничтожил все. Но кто знал? Он все уничтожил. Потом, в принципе, мы с ним и развелись с мужем. Но вот видите, вот это осталось. Вы помните тот день, когда вы впервые услышали его по радио, увидели по телевидению? Вы знаете, меня это очень потрясло. Что вот я до сих пор помню, прошли, вот вы иногда знаете, как бы электрическим током через все органы, через все тело. А если мы говорим о вашей любимой песне Виктора Цоя, это какая песня? Это песня «В наших глазах». Давайте послушаем фрагмент из нее. «В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно выбирать». После его смерти выдвигалось много версий, что произошло. Одни считали, что он потянулся за кассетой и не справился с управлением. Многие считали, что Виктор Цой был убит. Некоторые выдвигали версию самоубийства. Но одна из основных версий – он уснул за рулем. Вы какой придерживаете? Я придерживаюсь, что это действительно просто несчастный случай, что не уснул он за рулем. Он не мог уснуть за рулем, потому что он очень был, как бы сказать, собранный товарищ. И очень скромный был. В то время, хотя все увлекались, там шили джинсы у нас, занавески с кабинетов снимали, шили такие узкие джинсы себе. Он очень скромно не выделялся своей одеждой. В нашем лице он даже не курил. В ПТУ, вернее, которое было. 20 лет прошло с момента автокатастрофы. Водитель, который был в автобусе, не может забыть этот день. Вот что он рассказал на месте трагедии. Внимание на экран. 20 лет назад работал шофером. В тот день ехал в аэропорт, отвозил людей, в экскурсии ехали в Россию. Собрался купить цветы жене, потому что в тот день был 20 лет свадьбы. Вот когда выехал здесь по прямой, еще, ну вроде здесь ничего не видно было, как поехал подальше, чуть-чуть в эту сторону. Тогда появилась машина. Вот столкнулись мы, ну может быть там метр сюда-туда, вот в это место здесь. Уже моя машина была здесь, колеса остались. Здесь как мякина была от его, или моста переднего, это место. Двигатель бы выпит. Машина, ну, не знаю, так никогда в жизни не видел машину. Я говорю, только один, единственное место, задний бампер. И поскольку оказалось, что в заднем багажнике, там оно так как закрывается, что стекло вроде бы было целое. Это единственное, что было целое. Все, больше ничего там. Стал, посмотрел, что лежит человек. Подошел здесь, ну, кровь была. Где-то голова разбита, где-то в этом месте вроде было. Ну, по-видимому, удар был очень сильный. Еще одна учительница Людмила Владимировна здесь, в нашей студии. А вы каким запомнили, Виктор? Он ходил к вам на занятия или пропускал? Я его запомнила очень хорошо. В то время было достаточное количество человек, по 30, по 40 человек. И я там вела свой предмет, как дополнительное занятие, мозаика по дереву, инкрустация. Вот это вот набросок Виктора Цоя, который был, если вы откроете конспект, то с левой стороны, на пустом месте. Это вы? Да. Это Витин набросок. Ну что, очень красиво. Встречайте, Марина Смирнова. Добрый вечер. Мы знаем, что Виктор открыл вам дорогу в кино. Он привел вас на съемочную площадку фильма «Игла», где вы сыграли свою первую роль в жизни, а он последнюю. Ну, действительно, благодаря ему я туда попала, хотя многие думают, что мы познакомились на съемках. Но на самом деле Витька меня просто уговорила. Но потом выяснила, что попала я даже не просто так, а оказывается, а Витя с Наташей Разлоговой. На тот момент она была любимой его девушкой. Они рассматривали фотографии, и она увидела меня на каком-то фото и сказала, «Вот эта девушка мне очень нравится, у нее интеллигентное лицо». И с ее подачи, вот, собственно, я попала на роль наркоманки, хотя мы потом с ней шутили, что я у нее спрашивала, зачем наркоманке, собственно, интеллигентное лицо понадобилось. Ну, так я оказалась в этом кино. Ну, давайте посмотрим фрагменты с картиной. Дина! Что-то случилось? Ты ничего не хочешь мне сказать? Да нет. Совсем ничего? Я решил уехать, Дина. Ну? Ну, до свидания. И все? А когда ты собираешься уезжать? М-м-м, сегодня. Ну, что могу тебе сказать? Ну, подумай. Я же тебе сказала. До свидания и все. Привет. А вообще, Виктор планировал строить карьеру актерскую дальше? Вы знаете, он был из тех людей, которые вообще никогда ничего не планировали. То есть он так легко жил, и, собственно, и кино для нас, это тоже как некий эпизод просто жизненный. Мы так весело существовали, что строить какие-то планы серьезные по поводу карьеры, то есть тогда не приходило в голову. Вы были знакомы с мамой Виктора? Вы знаете, мне удивительным образом посчастливилось с ней познакомиться вот совсем недавно. И Валентина Васильевна, царство ей невестное, она, на удивление, вот такой же легкий и очень жизнерадостный человек. Да, она была очень открыта с людьми и никогда не отказывала ни поклонникам, и постоянно участвовала в этом. Давайте посмотрим. У нас просто есть уникальное видео. Несколько лет назад, до смерти, наша съемочная группа была у нее в гостях. И вот, что она рассказывала, как она гордилась своим сыном. Вот идешь по парку, из метро, как будто с эскалатора, прям-то вот так идут, вот море людей, и он поет на весь парк. Так красиво! Ну, вы представляете, мое состояние, мое состояние, матери состояние, да? Это, и вот фотографии там продавали, самое качество, безобразное. Вот, раз, хватали, хватали, значки продавали. С первой значки, это я вот Витина значки увидела, это, ну, люди идут со значками. Ну, песни поют, вот кругом окна песня льется, Витя поет. Я была очень счастливая. Скажите, ну, вот вы были знакомы с мамой, а с его первой супругой, Марианной? Да, безусловно, и Марианна тоже хорошо знала. Вот, и как-то мы все вместе существовали, и... Да. Ну, как вы думаете, вот что Виктор нашел в Марианне? Потому что она же, ну, очень долгое время, долгие годы, у них общий ребенок. Она любила его до последних дней. Слушайте, она такая очень была сильная женщина, такая, ух, вот, и Витя, в общем, достаточно неуверенный был, вот в какой-то период, может быть, юношеский. Он, ну, как-то так еще не почувствовал такой твердости и уверенности даже в своем творчестве. А Марианна, она такая крепко держит за руку, и, в общем-то, даже по многим фотографиям видно, ну, такой сильный у нее характер был. И она, Витя, в этом смысле как-то очень выстроила, и во многом его даже сделала в каком-то вот начальном, наверное, период. Мы когда делали нашу программу из Санкт-Петербурга, мы встречались с ней, и она вот что рассказывала о том, как она общается с поклонницами. Внимание на экран. Фанаты же, они же все люди, они бывают настырными, мерзкими, грубыми и хитрыми, а бывают очень приличными товарищами. У меня немножко старше, так сказать, фанатского разреза возраста, поэтому мне иногда с ним просто тяжело, в силу того, что там мне почти 50, а им еще не 30. Я знаю уникальную историю, когда в дверь вашей квартиры здесь, в Санкт-Петербурге, позвонила девочка, вы открываете ей дверь. И она вцепляется мне в физиономию. Такое тоже бывает. Как вот вы реагируете? Что вы... Злюсь. Как нормальный человек, просто злюсь. Ну как они, они же потом приходят, они, наверное, все равно ревнуют вас каким-то образом. Ну так, что значит, потом приходят. После такого выступления ко мне уже второй раз не придешь, потому что я обстинка-то ей морду отбила всего. Но нельзя не сказать и о Наташе Разлоговой, которая была музой Виктора в последние годы его жизни. Видите, он вообще был, если мы говорим о любви и о влюбленности, он был очень цельным человеком, как многие гениальные люди. Он был очень предан Марьяне вот в первой части своей, так сказать, жизни. И в тот момент, когда он уже перерос эти отношения, он как раз встретил Наташу, которая была совершенно иным человеком. Она была человеком, во-первых, не из тусовки, а крайне тонким, воспитанным, интеллигентным, бесконечно красивым. Вот в нее невозможно не влюбиться, вы посмотрите. Это совершенно уникальный был случай. И безусловно, у него возникло это чувство и по понятной причине. Наташа в какой-то степени выступила в роли и учителя, наверное, потому что она совершенно какие-то новые вещи для него открыла. И с Наташей он пошел дальше. Это правда, что когда он уходил из семьи, он написал песню «Малыш»? Я этого не знаю. Но я знаю, что вы любите просто эту песню. Я люблю очень эту песню, да. Я люблю вообще песни такие простые и легкие. И Витя же он все писал с иронией. Давайте послушаем ее. Внимание, Наташа. Когда я вижу, как ты танцуешь, Малыш, ты меня волнуешь, Когда ты смотришь так серьезно, Малыш, я тебя люблю, Когда ты громко меня целуешь, Малыш, ты меня волнуешь, Да, не могу, не могу, Среди, не могу. Наталья, а на ваш взгляд, для Виктора что было важнее, семья или творчество? Я не знаю. Я не знаю, чтобы Витя сам на такой вопрос ответил. Для любого человека, мне кажется, одинаково важно. Творчество и семья, иначе быть не может. Давайте послушаем, что сам Виктор говорил в интервью, Когда был жив. Внимание на экран. Я думаю, что Трудно, конечно, быть все время на одном уровне популярности. Но Наверное, это потому, что мы стараемся делать какую-то собственную музыку. И, в принципе, когда я записал первый альбом, Он сразу стал популярен, И мне не пришлось искать пути для того, чтобы найти контакт с публикой. И Я просто делал это, что делал. Это не хобби ни в коем случае, это образ жизни. Не знаю, может быть, мне завтра Я абсолютно надоест, я займусь чем-нибудь другим. Но сегодня Это то, Ради чего, собственно, я готов пожертвовать практически всем. Сергей, вы как человек, который занимается кино, Вы считаете, Виктору удалось стать таким же гениальным актером, Как и гениальным музыкантом? Я думаю, он не стремился вообще Не стремился осваивать Актерское искусство Он был больше, чем актер Он сразу стал каким-то символом И Даже не каким-то, а я даже конкретно скажу Символом надежд Он вышел на арену И эстрады, и Кинематографа в то время, когда Страна ждала перемен И когда он пел даже в катакомбах Ленинградского рок-клуба Когда в колизеях Советской античности Пели Песни Во славу рабочего и колхозницы Даже там, в этих Катакомбах Он славил солнце Он был чем-то большим Чем просто Актер или поэт Или музыкант Он был нашим солнцем Я сейчас как раз пишу книгу В которой Виктор один из героев И Впервые, наверное, за 20 лет Георгий Гурьянов Барабанщик Группы Кино Для этой книги Дал мне интервью И мне очень понравилась одна фраза Которую он сказал Помнишь, говорит, как Энди Орхол Дима говорил Что у каждого человека Есть 15 минут славы В жизни Но мне не нужно 15 минут славы Мне нужна вся жизнь И этим он сформулировал Мне кажется Вообще формулой группы Кино Это мифология нашего времени Легенда То есть это настоящие герои Как древнего Рима И древней Греции Ну а не вспомним историю Дуни Смирновой Извините, вас перебью Которая рассказывала Что Виктор Сой был первым Кто пришел В ленинградский андеграунд В волчьей шубе За 5000 долларов Да А все сидели оборванные Грязные Пили водку Что продолжает Правда и сейчас делать Да И все от него отвернулись Потому что для них Он был слишком буржуазен И слишком популярен И превратил все Что они делали андеграундом В попсу Игорь, вы считаете Что если бы сегодня Виктор жил Это что? Рублевка Мерседес Если тогда были волчьи шубы Ну почему бы нет Почему бы нет Собственно говоря Да, конечно Ему было бы тяжелее Если бы там Рублевка Ну я имею ввиду Оставаться в том же Ну в том же статусе Я кстати не совсем Понимаю почему герой Вот Мне кажется что Виктор Цой был Настоящим шаманом Это Дар Конечно Свыше Мы Воспринимаем Цоя Сейчас совершенно иначе Мы вот с той стороны Которые не знали его лично Да Мы Он и сейчас жив Вот правильно сказали Цой жив И это Это правда Вокруг него всегда Происходило Нечто странное Вот Вот стена Цоя Да Это из ряда Вон выходящие вещи Которые никто не может объяснить Я сегодня вот пришла сюда В студию Да С улицы От имени этих поклонников Из Белоруссии Из Киева И эти все люди Они говорили Оля Вот если ты доберешься Да Ты скажи Что Мы не сумасшедшие Это просто наша с ним реальность такая Да Что он жив для нас До сих пор Мы его любим И он любит нас Он поет для нас И мы его слышим И для меня Он здесь Он Я с ним разговариваю Он для меня совесть Учитель Совет Я не знаю Брат Это родной брат Я его оплакиваю 20 лет Вот сейчас кадры показывают По экрану У меня слезы на глазах Потому что я до сих пор Мне очень больно Что его нет И он для меня Самый родной человек На этой земле И я знаю таких тысячу Не знаю Две тысячи таких Я знаю людей Которых Он спасал от самоубийств Я знаю 20 или 30 человек Я знаю лично Которые просто Знаете Набирали ванну Там писали предсмертную записку Сосед Случайно Это совершенно случайные вещи Сосед случайно Включал магнитофон В магнитофоне Звучала легенда Смерть стоит того Чтобы жить Человек выключал воду Бросал записку Там не знаю Покупал бутылку водки Но он оставался жить Виктор Цой был интересен Людям не только в России И сейчас в этой студии Появится человек Который прилетел На нашу программу Из Франции Французский дипломат Который показал Виктору мир Встречаем его Жоэль Бастенер В нашей студии Добрый вечер Какие планы Вы вынашивали с Виктором? Ну многие Мы в общем-то делали Две пластинки То есть одну Одну мы делали Еще тогда Когда он был приживих Потом мы делали Посмертную пластинку Так называемый Черный албом Уже с музыкантами Вот И потом у нас были Еще другие планы Мы работали На его карьеру В кино На самом деле Именно как Как актер Именно образ героя Что тоже меня поразило В этом смысле Я совсем согласен С товарищем Который в очках В общем-то Действительно Цой Совпадает С образом героя Из Древней Греции То есть это очень редкий человек Несмотря на то Что он не был Особенно воспитанным Особенно Не знаю что Но он был То есть когда я его видел С первого взгляда Я видел мудрого человека Может быть даже слишком старого Ну вот здесь спор о том Что Виктор слишком улегся своей славой Что вот эти шубы Этот внешний вид Антураж Желание покорить весь мир И это вот Привело его к такому Я не думаю Он любил жить Почему он не может Одеть эту красивую шубу Почему Если рок-музыкант Он должен быть в тряпках Не знаю Там не мыться Две недели Почему он должен выглядеть Как бомж с вокзала Потому что они все так выглядят И сейчас Даже если они зарабатывают Правильно Поэтому Я прекрасно выгляжу Да Мне очень жалко Я не думаю Потому что они бы объяснили Ответ на этот вопрос А именно Что группа кино И Виктора Цоев Всегда отличала Одна вещь Они были самые модные Да Понимаете Да Посмотрите Георгий Гурьянов Кем он стал Он не играет на барабанах В группе кино Он великий художник Картина которого Одни из самых дорогих В этой стране Он обалденный диджей На вещеринке которого Собирается молодежь Возможно Виктор Цой Был бы актером Возможно Он был бы художником Понимаете Совсем другое Тогда это совсем другое Настоящий большой творец Он причустил свою смерть И его черный альбом И я думаю Что фанаты его подтвердят Он наполнен Вот этими Интонациями Близкого финала Помните Больше надежд нету Скоро кончится Лето это То есть Этим летом Должно что-то было завершиться Потому что он Знал Что вот Это точка Где его Изымут Из воплощения Как говорят Изотерики Знаете Конечно было бы странно Представить сегодня Цоя Выступающего Где-нибудь там На каком-нибудь Корпоративе Какого-нибудь олигарха Он поет Мы хотим перемен Под обычную Акутическую гитару По-моему Это Не то чтобы даже смешно Это страшно И ужасно Потому что Ведь на самом же деле Все хотят перемен Все хотят Какого-то движения Вперед К своей мечте И поэтому Мы его до сих пор Любим Поэтому он до сих пор Является кумиром Очень многих людей Ваша любимая песня Какая у него Ой Сколько таких Ну в общем-то Давайте Закрой за мной дверь Мне очень нравится Давайте послушаем Эту песню Внимание Закрой за мной дверь Я уложу Закрой за мной дверь Я уложу Давайте Кино Виктор Цоль В 1988 году На знаменитом концерте Памяти Александра Башлачева В Лужниках Во время исполнения Именно этой песни Отключился микрофон И неожиданно Заиграла фонограмма Песни Александра Башлачева Который Покончил жизнь Многие расценили это Как дурное признаменование Спустя два года В пригороде Риге Машина Виктора Цоя Столкнулась с автобусом За рулем которого Был Янис Фибикс Все эти 20 лет Он не может забыть Тот роковой день Так и у нас это Встреча получилась Не так Как она должна быть Может быть в жизни В другом концерте Где-то Сегодня в нашей студии Собрались люди Которые близко знали Виктора Цоя И в жизни которых Он оставил Заметный след Давайте сейчас Мы пригласим В нашу студию Близкую подругу Виктора Цоя И вдову Известного музыканта Сергея Курехина Анастасия Курехина Она сегодня гость В нашей программе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер Вот мы знаем Что вы дружили С семьями И Вот Мы здесь Начали спорить Почему Талантливые Молодые Люди Уходят В самом расцвете сил Вот Ваша версия Ну, я не знаю, я думаю, что просто их, наверное, наградили безумным даром, таким божественным совершенно. И как-то вот, видимо, тоже их происхождение, их уход, они тоже носят какой-то нам неведомый смысл. Наверное, что-то в этом есть, я думаю. А вот насчет шубы я хотела сказать, что на самом деле я сидела и очень жалела, что у меня здесь не было во время дискуссии, потому что на самом деле группа кино была самая стильная, самая модная, они очень увлекались. И они были настоящими новыми романтиками, то есть они очень любили вообще ту новую волну, которая была в то время. И они, на самом деле, единственные новые романтики у нас в стране, в России, они как были, так и остались. Я больше не знаю таких. Они были, ну, такие эстеты абсолютные, поэтому то, что он надел шубу, это... А то, что это признак буржуазности, я, например, не считаю, что волчья шуба признак буржуазности. А вот вы считаете, прошло 20 лет. Вот чем бы он занимался сегодня? Вот вы хорошо знаете его. Я думаю, что он занимался тем же, чем он занимался, потому что, когда тебе дают дар писать песни, их петь, и внутренний какой-то голос, который дает тебе вот жизнь такую, то это никуда не уходит. А ваша любимая песня какая? «Спокойной ночи». Давайте послушаем ее еще раз. «Спокойной ночи». Вы уже озвучивали эту историю, что в 88-м году в Лужниках во время концерта отключился микрофон, и во время выступления, как раз во время исполнения этой песни, звучала песня Башлачева, которого уже не было в живых на тот момент. И все восприняли это как какое-то такое странное пророчество. Нет, ну всегда подобные истории обрастают пророчествами, да, то есть всегда есть какая-то мифология, потому что, конечно, Цоя уже стал для молодого поколения такой религии, абсолютным мифом. Это нормально, что уже теперь задним числом мы приписываем какие-то вещи пророческие. Все, кто там были, восприняли это однозначно так, как это было. Там просто отрубили электричество, потому что напряжение в зале достигло такого космического накала, что просто испугались и выключили звук, да и все, и включили Башлачева, и все начали потихонечку из зала выходить. Там был просто, там оттуда можно было запускать космический корабль на мат. К энергии в зал посылал, так сказать, что бывало, что приборы, софиты взорвались, здесь взорвался, там бабак взорвался, вот такая мощнейшая энергетика. По-моему, такой энергетики больше не было ни у кого из наших музыкантов. Можно добавить немножко? Можно музыкальный анализ, Леский? Нет, давайте лучше послушать его самого, внимание на экран. Все время, собственно говоря... Мы всегда делаем то, что нравится прежде всего нам. Но я не пишу лозунгов, понимаете, это не... То есть, единственное, что мне хотелось, ну вот и хочется, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт. Можно я расскажу анекдот? Когда вот первые концерты, которые он давал во Франции, ему журналисты спрашивали, а вас послал Горбачёв сюда, чтобы нам показать, что у вас действительно что-то идёт такого странного. А он просто так сказал, а я с ним не знаком. И в этом была тоже своя доля гордости. То есть, как бы, я не ниже его, я просто не знаком. Музыкальный критик Сергей Соседов. Вот если бы сегодня объяснить молодому поколению, которое не жило в эпоху Виктора Цоя, с кем можно сегодня сравнить его популярность? Вы знаете, я бы вообще не сравнивал популярность Виктора Цоя ни с чьей. И, понимаете, это некий пришелец, который пришёл оттуда, из космоса. И я не считаю его ни гениальным актёром, ни гениальным музыкантом. В его стихах, если их разбирать, масса несовершенств. Его мелодии примитивны во многом. Гармонии очень банальны. Здесь некий поток космической энергии в этом человеке, который совершенно отрешён. Ему вот он говорит, а он не здесь. Он живёт в этом мире материальном, и он живёт по законам этого мира. Но он оттуда, этот человек, он мог бы быть не музыкантом, он мог бы быть художником, он мог бы быть гениальным математиком, как Гриша Перельман, да, или кем-то ещё. То, что он стал вот музыкантом, это случайность. Понимаете, это некая комета или некая звезда. Он проводник. Проводник. Это проводничество. Он говорит о свободе. Вы должны быть свободными. Но не о вседозволенности он говорит, а о свободе вот этой внутренней. Понимаете, он это выразил тем, что ему было дано. Вот и всё. Давайте мы сейчас перейдёмся на короткую рекламу. Далее в нашей программе отец Виктора Цоя, Роберт Максимович. Его эксклюзивное интервью в нашей программе. Спасибо, что не переключаете. Виктор Цой, мы ждём перемен. 20 лет назад в автокатастрофе погиб легендарный рок-музыкант, лидер группы кино Виктор Цой. Кто ложился спать с тобой на господь. С тобой на господь. С тобой на господь. И неожиданно заиграла фонограмма песни Александра Башлачёва, который покончил жизнь самоубийством. Многие расценили это как дурное признаменование. Спустя два года в пригороде Риге машина Виктора Цоя столкнулась с автобусом, за рулём которого был Янис Фибикс. Все эти 20 лет он не может забыть тот роковой день. Так и у нас эта встреча получилась не так, как она должна быть, может быть, в жизни. В другом концерте где-то. Сегодня в нашей студии собрались люди, которые близко знали Виктора Цоя, и в жизни которых он оставил заметный след. Давайте сейчас пригласим в эту студию человека, который тоже, и больше чем другие, знал Виктора как человека. Это его отец Роберт Максимович, который в тот трагический день, так же как и сын, был на рыбалке. Встречайте, Роберт Максимович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы верите в судьбу? Вот в один день отец и сын в разных местах находятся на рыбалке? Может быть, почему же не может быть? Как вы узнали о том, что произошло с Виктором? Вот именно на рыбалке был я тоже. По маяку сказали. Мы, конечно, в руки в ноги и домой. Но у нас еще в душе теплилась надежда, что, может быть, они ошиблись. Тогда еще трубы мобильных не было. Надо было до города доехать. До первого телефона автомата позвонили Марьяне. И тут она уже подтвердила. Вот так мы узнали. Вы видели человека, который вел автобус, который столкнулся с... Нет, вот я сегодня первый раз вот это видел по вашей переработке. Давайте дадим ему еще раз слово. Внимание. Когда мне было 44 года, он был, наверное, 20 лет моложе почти, наверное, меня. Был в Риге, был там весь Восковый музей. В музей зашел. Был, посмотрел, какой он возраст, какой рост его. Упрекал всего в том, что зачем, вроде бы, ну, так, ехал, как всегда едут. Ну, едешь, как, сел и поехал. Одну цель, домой опять, и все. Я говорю, зашел, хотел там вроде что-то купить. Как будто кто-то, знаете, не пускал раньше ехать. Вот именно в это время надо попасть, чтобы что-то случилось. Частенько думаю, зачем эта дорога, надо, можем ехать, то кругом чуть подальше, то... Ну, были такие мысли, что... Ну, какое-то чувство вины в том, что, вроде, должен был избежать этого. Ну, наверное, судьба сложилась по-другому. Когда подходит это число, знаете, тогда чувство-то кажется, что оно, оно должно было бы не быть такое. Но оно есть. 20 лет. У нас не верится, 20 лет. Вы держите зло на этого человека? Да ну что вы, какие могут быть? Ну, в общем, я лично считаю, что в этой аварии виноват Виктор. Это правда, что именно вы вложили в руки Виктора гитару? Ну, это да. Вы сами играете? Ну, в детстве, когда ты играл, у нас дома гитара была всегда. Ну, и когда он подрос немножко, там, где-то лет 12-13, первого аккорда я ему показал. Мы сегодня много говорим о том, кем бы стал Виктор, если бы был бы жив. Как вы думаете? Ну, я не знаю. Тут, понимаете, до такой степени возвеличили его уже. Я даже не знаю, как мне быть теперь отцом великого сына. Даже, вот. Да я был бы, мне кажется, был бы обыкновенным человеком, обыкновенным музыкантом. Ну, я не знаю. Как вы пережили смерть супруги? Вы, она ушла из жизни не так давно. Тяжело. До сих пор переживаю. Тяжело. Давайте дадим ей слово еще раз. Мы несколько лет назад записывали с ней интервью. Внимание. Получается, что мы не простились. Вот так, как полагается, мы не простились. Получается. И вот однажды лежу, я спала, вот. Но во сне-то я не спала. И он появляется. Вот он появился в черном и говорит, мама, я пришел к тебе проститься. Там было несколько ребят с ним. А я говорю, Витя, ну зачем же ты так проститься? Витя, мы же там живые во сне. Витя, зачем же ты так? Так, это, может не надо, а слово прощай для матери, это что? Это как? Мы же там живые. Он, прощай, мама, и ушел. И вот только-только после этого сна я практически поверила в его гиб... Ну, трагедию. А вам снится иногда, Виктор? Нет, практически никогда. Да, я даже боюсь, что он приснится. Лучше, чтобы мне снилось, а чтобы я так его знал, как я его помню. Вы пересматриваете старые записи, песни? Ну, естественно. Есть у меня любимые песни, так что... Вот. У вас какая? У меня любимая песня – это «Стук в дверь» и «Перемен». Вот. Давайте послушаем. Самая сильная песня тоже. «Перемен» требуют наши сердца. «Перемен» требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. «Перемен» мы ждем перемен. В середине 80-х друг Виктора Цоя Рашид Нугманов пригласил Виктора сниматься в своей картине. Сегодня Рашид – гость нашей программы. Встречаем его. Ну, сегодня вы уже маститый режиссер, автор культового фильма «Игла», где Виктор сыграл главную роль. И я знаю, что для вас Виктор жив и оживет в продолжении картины. Да, безусловно, конечно. Что это за история? Как вы сможете оживить Виктора Цоя? Ну, вы знаете, никто не может никого оживить. Я просто хочу доказать людям, что если память о человеке жива, если ты помнишь его, то он всегда будет жить. Вот и все. Никакой алхимии в этом нет. Ну и что будет в продолжении, если не секрет? Это секрет. Я думаю, что в сентябре должны зрители прийти в кинотеатре и узнать. Но как вам работалось с Виктором, как с актером? Ну, видите, Виктор для меня не был актером. Он даже был больше, чем друг для меня. Виктор – это мой брат. И то, что мы вместе с ним делали, было просто частью нашей жизни. Но вот вы, как человек, который видит, как зажигаются звезды, что должно быть действительно, какое ДНК у парня, который работает в кочегарке, и должен стать человеком, которого знает вся страна? Я думаю, что никто никому ничего не должен. Самое важное, наверное, оставаться самим собой. Вот я хотел спросить, я Анастасию и вас, вы хорошо знали Виктора, вы считаете, он бы сегодня пел на корпоративах? Нет, конечно, на корпоративах никогда бы не пел. Или за очень дорого? Нет. Деньги не являлись какой-либо целью, да, Виктора? Я вот здесь слышал из-за кулис разговора о той пресловутой шубе, да, ну это чепуха, полная чепуха. Шубу, на самом деле, он купил в Алма-Ате в 88-м году на барахолке, за бесценок. Так что здесь какие-то строительные теории. Пётр, ну вы выросли на музыке Виктора Цоя? Ну я, честно, с ним познакомился достаточно недавно с его творчеством, лет пять назад. Но очень основательно. Действительно, я хочу сказать, абсолютно правы все, кто говорят, что у этого человека есть дар космический. Не знаю, шаманский он или какой, но он точно должен был быть тем, кем он являлся. И ни в коем случае я считаю, что он музыкант и человек творческий. Это никакая не случайность. Это закономерность. Это раз. Ну и последнее, я просто хочу поклониться отцу. Я ждал, когда вы придёте в студию. Давайте послушаем ещё одну песню Виктора Цоя. Внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Прожитых под светом звезды по имени Солнце. Это ваша любимая песня, Рашид. Ну, вообще-то у меня все песни Виктора любимые. Вот. Но эту песню «Звезду по имени Солнце» он написал в Алмате во время съёмок фильма, к фильму. Вот. И на моих глазах, и на моей гитаре. Вот. И чем она мне дорога. Ну и всё-таки вопрос к учительнице Виктора, Галина Константиновна. Вот вы сейчас, когда смотрите в ночное небо, о чём вы думаете? Ответ, наверное, вы предвидите. Я всегда думаю о Цоя, потому что звезда, он всё время мечтал о звёздах. И кроме того, он всё время хотел посмотреть на Солнце. А я ему объясняла, что на Солнце можно смотреть только во время затмения. Но, к сожалению, в то время не было затмения. И поэтому приходилось именно на звёзды другие смотреть. Хотя ближайшая к нам звезда – это Солнце. И вот ещё по поводу энергетики я хочу добавить. Ну, это не мистика. Может быть, мистика. У нас в лице его работа висит дипломная. Там происходит нечто необыкновенное. Такая энергетика, что часто, когда фотографируешь именно около этого, около этой дипломной работы, то не получаются снимки. То есть энергетика остаётся в вещах после смерти человека. И это физики доказали. Это не просто мистика. Это действительно энергия, которую он излучал. Или проводником которой он являлся. Ну что, многие считают, что Виктор Той жив. Я думаю, что в этом вы сможете убедиться, когда посмотрите продолжение культовой картины «Игла». Ну а пока у вас есть возможность, одев солнечные очки, взглянуть на Солнце и вспомнить о своём кумире. На сегодня всё. Берегите себя в своих местах. На святой святой земле Одеяло плоскутно на ней Город в дорожной ветле А над городом плывут облака Накрывая небесный свет А над городом голубый дым В городе две тысячи лет Тоже дождь под светом звезды По имени Солнце